Привет, красотки! В сегодняшнем видео мы с вами рассмотрим всю ту новую косметику, о которой я вам обещала рассказать уже минимум недели две или три. Так вот, девчонки, в этом видео мы с вами рассмотрим новинки слик, которые нам в Beauty Home прислали на обзор. Также мы рассмотрим все то, что мне подарили на день рождения, и также я сюда добавила некоторые мелочи, которые я купила сама. В общем и целом, если вы любите новую косметику, если вы любите видео о покупках, то вы явно не будете разочарованы количеством того, что мы сегодня будем тестировать. Давайте, наверное, начнем с новинок слик, потому что пока я ждала того, когда я наконец смогу снять это видео, новинки уже, наверное, перестали быть такими уж новинками. Я думаю, вы помните, что мы с вами тестировали новые коричневые оттенки в линейке слик, точнее, коричневатые оттенки. Выглядят вот таким вот образом. И еще в видео о вот этих вот новинках я вам сказала, что формула помад изменилась. Я не была в этом уверена, но теперь я в этом уверена на все сто, потому что я эту информацию прочитала в инстаграм у слик. Они добавили в свою линейку еще пять новых оттенков. И как пишет слик, формула стала гораздо более комфортной и невесомой. С чем я согласна на все сто процентов. Не то, чтобы совсем не ощущаются, мне кажется, если это жидко-матовая помада, она в любом случае будет чуть-чуть ощущаться. Но они не дают вот этого невыносимого, сухого, дискомфортного ощущения присутствия краски на губах. Эти помады можно наносить легко вторым слоем. Они не трескаются, не отваливаются, не стягивают ваши губы в процессе носки. Если вы любите жидкие матовые помады LSP, то вам и старые помады слик в принципе могут понравиться. Я имею ввиду старая формула помад. Но вот эти гораздо более комфортные и мне кажется, они понравятся даже тем из вас, кто, как и я, не тяготеет к жидкой матовой формуле. Давайте, наверное, теперь поговорим о каждом оттенке отдельно. Чуть не убила помадку. Первый оттенок, самый светлый, называется Fills. Эту помаду я носила сейчас на моей чуть-чуть подзагорелой коже. Она смотрится не самым лучшим образом, потому что она, не знаю, как объяснить, она выбивается из макияжа в целом. Но если вы белоснежка с холодной кожей, то, наверное, этот оттенок будет на вас смотреться гораздо лучше. Следующая помада называется Hellicious, если я правильно это произношу. Если это от слова Hell, то спасибо, слик. Так вы, девчонки, в любом случае, от какого слова бы не происходило название этой помады, она мне нравится, и по большей части она мне нравится своей уникальностью. Это смесь персикового, коричневого, такая пыльная терракота. Вы мне рассказали в комментариях, что аббревиатура STFU в названии вот этой помады расшифровывается как Shut the Fuck Up. Спасибо огромное за эту информацию. Помаду теперь полюбил ещё больше. Так вот, я вам уже говорила в видео, видео фаворитов, что эта помада хоть внешне и кажется не такой уж особенной, обычной красной, но красный этот необычный, он очень сочный, и внутри помады присутствует явный, ягодный, розоватый подтон. Если вы опасаетесь кровавых красных и тяготеете к более женственным вариантам, то эта помада определённо может вас заинтересовать. Следующая называется That's So Fetch. Fetch, да, вроде бы. Так вот, помада это, наверное, по сути классическая фуксия, яркая, бруская, сочная. Сейчас ли это фантастический вариант? И последняя называется Unreal. Эта помада пока что не стала моим фаворитом, потому что до сих пор я не смогла её нанести так, чтобы она на все 100% равномерно покрыла мои губы. Жидкие матовые помады вообще грешат тем, что они не то чтобы плешивят, но они ложатся явно не так равномерно, как матовые помады, то есть классические матовые помады в тюбике. В общем и целом оттенок замечательный, вы знаете, я обожаю такие тёмные вампирские варианты. Слик добавили в свою линейку сразу два новых праймера. Один из них увлажняющий и второй матирующий. В обоих по 20 мл. Увлажняющий праймер зимой мне бы гораздо больше понравился, чем сейчас, потому что сейчас у меня кожа стала не такой сухой, какой она была зимой, и она опять же никогда не бывает жирной, то есть по сути она нормальная. И вот этот вот лишний шаг увлажнения мне лично не нужен, потому что моего увлажняющего крема мне достаточно. Распределяется легко, по сути ощущается как такой увлажняющий крем. Быстро впитывается, я думаю, сами видите. Насчет матирующего праймера мне еще сложнее что-либо говорить, потому что я его тестировала только у себя на лбу. Опять же, по той причине, что кожа у меня не жирная, матировать у меня по сути нечего. Я подумала, что лоб у меня самое блестящее место, это единственное место, которое может летом у меня блестеть к концу дня, поэтому я нанесла матирующий праймер себе на лоб, в одном из макияжей, и разницы с остальным лицом я не заметила. Текстура у этого праймера чуть более плотная, чем у предыдущего. Запах точно такой же, отдаленный, химический. Но у этого праймера, кстати, нет вот этого силиконового ощущения, которое часто встречается в матирующих праймерах. Слик Вайталити Фундэшн. Объём 30 мл и оттенок мой номер 02. Покрытие здесь лёгкое, стремящееся к среднему, что нам и обещает производитель. Так как я привыкла к среднему покрытию, поначалу я её не оценила, мне показалось, что вот эта вот лёгкость её, вот эта невесомость, это в каком-то смысле минус, потому что тональная основа должна для меня лично что-то скрывать. И мне казалось, что покрытие она даёт недостаточное. Но, девчонки, чем больше я её носила, тем больше она мне нравилась. И я поняла, что даже с этой тональной основой можно получить вполне идеальное покрытие. Именно она сейчас на моём лице, и я думаю, смотрится она более чем достойно. Стойкость на мне у неё средняя, но она сходит очень изящно, она абсолютно не сходит проплешинами. И лицо до конца дня выглядит, я не знаю, как объяснить, она выглядит свежим и отдохнувшим. В общем и целом, очень нравится, и я думаю, в течение лета я её с удовольствием продолжу использовать. Палетку Love Revolution от Makeup Revolution мы с вами уже тестировали в отдельном видео, делали макияж с её использованием, поэтому долго на ней останавливаться не буду. Внутри вы найдёте светлый, такой перламутровый внеземной шелковистый хайлайтер. Замечательно будет смотреться на белоснежках с холодной кожей. Это, в принципе, на ком угодно будет хорошо смотреться, единственное, что на загаре может выглядеть немного инородно. Также здесь вы найдёте шесть оттенков теней, три матовых и три металлика. Матовые оттенки пигментированные шелковистые, хорошо работают, но мне больше всего здесь нравятся металлики. По той причине, что вот этот вот конкретный металлик на мне держался весь день. Я вам сто раз уже говорила, что тени Make a Revolution на мне держатся гораздо хуже, чем тени Sleek и они становятся более блеклыми буквально через три часа носки. Вот этот оттенок остался навеки в течение, наверное, двенадцати часов и даже в конце дня, когда весь мой макияж выглядел не самым лучшим образом, эти тени все еще смотрелись вполне достойно. Недавно мне подруга из Италии привезла вот такие вот два подарочка и теперь мы с вами сможем их рассмотреть. Начнем, наверное, с палетки теней, которая носит название Bright Quartet номер 02. Объем каждого рефила 0,8 грамма и их там четыре штуки. Оформление отдельно хочу выделить. Выглядит дорого, симпатично, есть магнит, зеркало удобное, можно макияж делать с его помощью. Качество здесь очень достойное, они шелковистые, приятные, легко набираются, тушуются. Единственное, что интенсивности мне лично не хватило. Возможно, дело в этих конкретных оттенках, и они просто не должны быть слишком уж яркими, они должны быть повседневными, такими они и являются на вашем веке. Но сияние, которое они дают, оно не дотягивает до металлика, но оно и не является сатиновым. Я не знаю, как это объяснить, но я почему-то ожидала, что эти тени будут сиять так же сильно, как тени L'Oréal Infileable. Этого явно не произошло. Кстати, девчонки, в палетке здесь вот этот вот оттенок фактически матовый, но внутри в нем есть едва заметный такой нано-шиммер, наверное. нано, потому что его вообще не видно на веке, но вот здесь вот в упаковке я явно его могу различить. Гораздо более сияющие, но, как я уже и сказала, до полнокровных металликов они не дотягивают. В общем и целом, за качество, текстуру и внешний вид зачет, но уникальности в этой конкретной палетке вы явно не найдете. Еще одна вещь от Kiko это помада с очень симпатичной, необычной упаковкой. Такая хромированная пуля какая-то. Вот здесь вот есть кнопочка с логотипом бренда, на которую вы нажимаете и упаковка выдает вам вашу помаду. Логотип также присутствует на самой помаде. Ощущение от помады приятное. Здесь, наверное, есть какой-то утяжелитель или что-то подобное, потому что она ощущается тяжелой. Этот прием также Catrice использует. На самом деле, казалось бы, такой маленький утяжелитель, но ощущение, которое вы получаете от продукта, от использования и от обладания гораздо более приятное. Сама помада имеет химический ванильный аромат, текстура у нее шелковистая, плотная, приятная, она кремовая. Помаду я уже носила, и на губах она держится нормально, но не так классно, как на мне держатся мои самые любимые помады римль. Но все равно я не могу определенно сказать, что она чем-то меня не устроила. Она симпатично смотрится, как я уже и сказала, пигментация классная, не плешит, легко распределяется, легко ложится, комфортно ощущается, губы не сушит. Я вам уже рассказывала, я просто нанесла на ногти один тонкий слой нюдового лака Эль Коразон, после вот такими вот движениями пальцев терла эту штуку себе в ногти и потом покрыла топом от Эссенс. Обычный топ здесь не подойдет, потому что вы определенно не получите вот этого вот зеркального глянцевого эффекта. Me and My Unicorn под номером 02 чуть более крупно помолот и шифт здесь от розового голубого, по-моему. но доминирует явно голубой. Under TSC на ногтях тоже выглядит фактически как Me and My Unicorn то есть доминирует голубой шифт но помол здесь гораздо менее крупный то есть более мелкий. Номер у этого 0.5 Вот эти вот втирки мне кажется понравятся тем кто предпочитает холодные маникюры как раз по той причине что голубой оттенок доминирует. И последняя втирка это классическая теплая желтое золото A Touch of Vintage номер 04 здесь помол такой же крупный как у 02 Me and My Unicorn и когда я вот на эту вещь смотрю я сразу же вспоминаю об Ахаше из фильма Королева проклятых и теперь наконец-то давайте поговорим о коллекции Glow от Essence если я не ошибаюсь у меня есть она вся но к сожалению девчонки ее купить сейчас довольно проблематично я не уверена что вы можете ее найти легко по крайней мере на сайтах в интернет магазинах и так далее возможно где-то в подружке она еще завалялась или что-то из этой коллекции все еще там есть продажа первая вещь называется Glow Highlighter Stick Glow like the sun is shining just for you номер 1 здесь на Essence предлагают по сути тот же самый вариант который мы уже видели у Catrice и у Makeup Revolution и где мы только это не видели то есть вот эта вот такая немножко липковатая влажноватая штука должна создавать эффект влажной кожи на лице но я не знаю кто и как это будет носить кроме как на фотосете потому что вещь как я уже сказала липкая если вы на тональной основе будете эту штуковину наносить то вот это липкое ощущение явно никуда не уйдет и в процессе носки если вы прикоснетесь к лицу скорее всего в это влажное ощущение тоже почувствуете девчонки если вы такими вещами пользуетесь расскажите пожалуйста всем нам для чего вообще эта вещь нужна помимо фотосета как я уже и сказала да на съемках это будет круто это будет влажная кожа это будет очень хай фэшн но в реальной жизни куда это в реальной жизни можно применить и оттенка эта штука не имеет просто вы видите такой влажный вазелинчик следующая сияющая вещь это палетка из четырех хайлайтеров точнее из трех хайлайтеров и одних сияющих ламян эту вещь я сегодня потестила на своем лице в первый раз и уже в диком восторге все остальные я носила по нескольку раз поэтому относительно других вещей у меня уже такое четкое стабильное выкристаллизовавшееся мнение вот этот хайлайтер самый темный в палетке но все равно он будет смотреться естественно на вас даже если вы белоснежка с холодной кожей да если вы совсем уж бледная такая светленькая белокожая девушка то хайлайтер может чуть-чуть выделяться чуть-чуть рыжить но даже на моей не особо загорелой коже он не выделяется смотрится очень даже естественно если у вас теплая кожа желтоватая кожа то эта вещь определенно вам понравится вот эту вот штуковину точнее вот эти вот сияющие румяна похожие на Sleek Rose Gold и Nars Orgasm вы сейчас видите у меня на скулах и я лично просто схожу с ума от того как они смотрятся я обожаю вот такое сияние я обожаю персиковые румяна которые дают интенсивный влажный эффект меня не смущает вот этот влажный эффект я уверена что вот эту вот конкретную вещь этим летом я буду носить просто постоянно вот эта штука меня поначалу немножко смутила потому что в упаковке не знаю видно вам здесь или нет у этой штуки присутствует явный зеленоватый потом ну не то чтобы явный но такой заметный но как оказалось при нанесении на кожу потом этот вообще не заметен и по сути вы здесь имеете просто светлый такой ледяной беловатый хайлайтер я его уже носила выглядит симпатично влажно помол приятный мелкий и последняя вещь это классический бежевый естественный универсальный хайлайтер который понравится всем и каждому текстура здесь тоже очень приятная шелковистая сияние влажное если бы я была преподавателем эта палетка пришла мне сдавать экзамен я бы ей поставила 5 с плюсом за отчетку точнее 5 с двумя плюсами если бы я могла и сказала чтобы эта палетка в следующем полугодии не ходила потому что она и так все знает и все умеет эта вещь просто фантастическая я не знаю что еще сказать ни один из оттенков не повторяется все они носибельные все они интересные все они шелковистые текстура замечательная они легко тушуются распределяются смотрятся влажными нет явных блесток я не знаю что еще можно пожелать и объем кстати тоже очень приятный я не знаю сколько здесь точно сейчас найду секунду а да 30 грамм 30 грамм приличный объем вы сами видите что этого хайлайтера точнее этих хайлайтеров вам хватит очень-очень надолго голографическая рассыпчатая пудра glow like your star номер 01 эту пудру в роли хайлайтера еще не пробовала использовать но уже с огромным удовольствием носила как тени девчонки пудра мега мелкого помола очень приятная на ощупь не дает никаких комков легко распределяется тушуется нет никаких внутри нее крупных блесток заметных есть кстати вы видите такая вот приятная штукенция чтобы пудра не рассыпалась так вот именно эту пудру вы сейчас видите у меня в макияже и использовала ее как топпер я не знаю заметна ли она в видео или нет но в реале она довольно-таки хорошо различима я ее нанесла вот здесь вот на подвижное веко поверх яркого неонового розового оттенка пудра преображает ваши тени она делает их действительно на все 100% не географическими а такими призматическими делает их дуохрому и когда я смотрю на эту пудру я думаю о том что неплохо бы сделать какой-нибудь фантазийный макияж и все свое лицо этой пудрой замазать чтобы сиять как какое-то инопланетное создание вещь вдохновляет только поэтому уже можно сказать что пудра определенно получает зачет и девчонки если вы любите призматики если вы любите необычные вещи присмотритесь если сможете найти думаю эта вещь вас явно не разочарует два жидких хайлайтера также присутствуют в этой коллекции и называются они так же как и все остальные Essence Glow Glow like что-то Glow Shot Highlighting Drops точнее полное название номер один Glow like it's your first kiss и номер два Glow like it's the perfect day какой объем а 14 мл оба хайлайтера тестировала оба замечательные номер 0.1 более естественный розоватый сейчас засмочу оба на руке второй оттенок для тех из вас кто любит холодный макияж любит голографики призматики и тому подобные вещи я надеюсь видео вы увидите какое сияние хайлайтер дают черт побери вот этот он просто сводит меня с ума видео почему-то именно такие вещи хуже всего смотрятся то есть этот эффект не так заметен но поверьте мне вот здесь вот голубой shift он просто мега ядреный три пудровых хайлайтера первый из них называется glow like everything is alright второй называется glow like you're doing what you love и третий glow like glitter is raining down on you вот этот вот светлый под номером 02 я включала видео фаворитов так что о нем вы уже кое-что знаете девчонки хайлайтеры эти мега шелковистые приятные дают влажное такое беспроблемное сияние беспроблемное в том смысле что они не подчеркивают текстуру кожи не подчеркивают какие-то недостатки и я вам видео фаворитов по-моему уже говорила что эти хайлайтеры мне кажется будут симпатично смотреться даже на возрастной коже я там же в комментариях пыталась вам объяснить почему я так думаю но мне кажется я так и не смогла на все 100% донести до вас свою мысль есть металлизированные сияющие хайлайтеры которые когда вы наносите на кожу подчеркивают поры кожи текстуру кожи и подчеркивают все то что вы не хотите подчеркивать вот эти хайлайтеры ложатся на кожу интенсивной сияющей равномерной вуалью но текстуру кожи они не подчеркивают то есть они влажные да они интенсивные но они не смотрятся как тени металлики лучше я вам объяснить не смогу если у вас есть такая возможность просто сходите посвочите и тогда вы поймете что я имею ввиду светлый хайлайтер подойдет вам мне кажется вне зависимости от тона и подтона вашей кожи единственное что если вы очень темная девушка от природы то он на вас будет выглядеть немного инородно но все равно его можно как мне кажется растушевать в принципе на любой коже и получить такое светлое но при этом не ледяное сияние то есть не то сияние которое дает хайлайтер из палетки Makeup Revolution который мы с вами рассматривали третий самый универсальный он не такой светлый как предыдущий но при этом он не такой золотистый и теплый как следующий имеет персиково наверное персиково-золотисто-розовый потом смотрится очень естественно сливается с кожей по крайней мере с моей теплой кожей фантастическая вещь я думаю когда я загорю он будет смотреться еще интереснее и вот этот хайлайтер определенно будет замечательно смотреться на загорелой коже делает из вас Дженнифер Лопес им я думаю в середине или в конце лета я буду выделять вот эти вот части то есть буду наносить на руки вот сюда вот я люблю эту часть хайлайтера летом наносить когда вы его свочите он кажется каким-то неносибельным из-за своего яркого оттенка но я его уже носила на своей не такой уж загорелой коже и почему-то когда вы его используете вот это вот золото становится не таким заметным Satin Powder Glow Like a Jewel on the Crown пудра этой девчонки имеет объем какой ты имеешь объем? 8 грамм так вот 8 грамм фантастической сияющей пудры классно кстати сделано выглядит симпатично кто-то из вас мне в комментариях писал что эту пудру люди на ютубе сравнивают с метеоритами и я категорически не согласна с метеоритами у нее нет ничего общего потому что я лично метеориты на дух не переношу я не понимаю почему люди некоторые до сих пор от них сходят с ума когда рынок наводнен просто бюджетными фантастическими сияющими базами под макияж топами сияющими сияющими пудрами и так далее метеориты имеют крупные блестки да возможно когда вы только нанесли их на лицо в зеркало вы их и не заметите но на ярком солнце на улице вы будете сиять как новогодняя елка если вы любите блестки на лице то да метеориты возможно вам понравятся но я не любитель такого вида эта пудра дает влажное равномерное перламутровое сияние но при этом сияние это как я уже и сказала без каких-либо лишних частиц я попытаюсь сейчас показать вам что я имею ввиду вы видите когда она растушевывается вот эта вот помада хаки сейчас живет в моей сумке и я чуть не забыла вам о ней рассказать здесь купила ее повинуясь инстинкту и я не ошиблась помада является уникальной я никогда раньше не видела вот такой вот оттенок тем более в масс-маркете это пыльный хаки с мелким золотистым шиммером вот этот вот шиммер на ваших губах не заметен и помада сама по себе как я вам уже и говорила в видео фаворитов смотрится очень сдержанно и как-то универсально то есть я лично ее включила уже минимум в 4 разных макияжа то есть абсолютно разных по сочетанию цветов на лице в макияже глаз я имею ввиду и со всеми она сочеталась замечательно естественно оттенок на любителя если вы не любите темные необычные помады для вас она будет уже слишком но я такие помады обожаю для меня она стала приятным открытием скажем так стойкость у нее не самая лучшая в процессе носки определенно требует обновления буквально через каждые 2-3 часа ее нужно обновлять потому что она съедается вот здесь вот внутри не то чтобы съедается но она начинает становиться более блеклой имеет также стандартный аромат помад L'Oreal и если вы его не любите то держитесь от этих помад подальше девчонки перед покупкой обязательно понюхайте тестер если вы никогда помаду L'Oreal не пробовали понюхайте тестер я вас заклинаю потому что вы можете купить эту помаду и вы просто не сможете ее носить из-за ее аромата здесь у нас Наташа с Pure Red вы видите тоже самое золотистое оформление но сама помада сделана под кожу что ли то есть она матовая это глянцевая и упаковка по форме идентична но по стилю довольно таки заметно различается мне нравятся обе упаковки это тоже дело вкуса и кстати не у всех помад зеленый оттенок там есть по моему синий что ли черный там по моему есть девчонки если я ошибаюсь исправьте меня в комментариях но по моему зеленый это не единственный оттенок в этой линейке сама помада повторюсь мне очень нравится и даже несмотря на то что ее нужно обновлять в течение дня я покупкой довольна и на этом мы с вами будем завершать это огромное длинное но очень приятное видео расскажите мне пожалуйста о том что вас радует больше всего какую косметику вы купили недавно что вы хотите увидеть на канале в ближайшее время и так далее давайте просто поговорим внизу в комментариях спасибо огромное за просмотр всем отличного настроения улыбайтесь чаще и до скорых встреч пока 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 Продолжение следует...